Вы смотрите главные новости и мы продолжаем. Усть-Каменогорцы получили ключи от новых квартир, в которых нет элементарных условий. По словам жильцов, многоэтажку сдали в эксплуатацию со всеми положенными документами, но заехать в дом невозможно. Там нет ни света, ни воды, ни канализации. Наш корреспондент Зауреш Бетимбаева обратилась в Акимат и получила весьма неожиданный ответ. В Усть-Каменогорске скандал с очередной новостройкой. Многоэтажку сдали еще в январе, но заселиться люди до сих пор не могут. Дом не подключен к коммуникациям. Все ждали, что мы уже в конце апреля начнем ремонт, кто-то уже заедет, заселится, но, к сожалению, мы ни воды, ни канализации, ни постоянно света, ничего не получили. Когда мы уже возмущались, нам говорили, если вас что-то не устраивает, то берите свои документы, расторгайте, мы вам деньги вернем. У кого-то по договору 10% прогорает, и плюс девальвация, деньги многие потеряют. Многие новоселы, оформив ипотеку, вынуждены снимать квартиру. Плюс здесь уже есть дефекты. В многих квартирах стены кривые, даже есть где стены на 20 сантиметров по диагонали. Это очень большая погрешность, я считаю. Потом у нас подоконники, например, максимум они должны высотой 90 сантиметров, а у нас там метр двадцать. В подъезде, что сыпется, кафель у нас сыпется, сейчас мы поднимаемся. Потом, в принципе, в подъезде многие работы не проведены. Благоустройство, вы сами видите, никакое не завершено. Застройщик пообещал устранить все дефекты до полного заселения людей, но жильцы не понимают, как девятиэтажный дом по документам стал десятиэтажным в реальности. И здесь, строители говорят, переживать не стоит. Дом отвечает нормам сейсмической безопасности. Спокойно выдержит девять баллов. Техэтаж мы переоборудовали на десятый этаж. По данному вопросу проверка была. Нам как соответствующий административный акт заполнено, и мы это исполнили, оплатили штраф. Новый микрорайон, соответственно, новый из первых домов, которые сейчас подключаются, соответственно, есть вопросы по наладке. То есть были вопросы по подключению электроснабжения, которые связывают за собой, тянут вопрос по подключению водоснабжения и канализации. Главную проблему жителей чиновники пообещали решить уже на следующей неделе. И тут власти признались, что иногда не поздно подключают новостройки к сети, потому что пока строятся дома, неизвестные воруют кабели, трубы и другое оборудование.